Добрый день, друзья! Сегодня вы узнаете, что произойдет с вашим организмом, если каждый день есть овсяную кашу. Что вы ели сегодня на завтрак? Кто-то вообще не завтракал, кто-то ел омлет, кто-то яичницу с сыром, кто-то бутерброды или тосты, некоторые – кукурузные хлопья с молоком, ну и, конечно же, есть те, кто завтракал кашей. Начинать свой день с каши – это, несомненно, полезно, но ведь ее можно есть не только на завтрак. Предлагаем вам узнать немного больше об овсяной каше и о том, какую пользу она несет для организма. В конце ролика, в качестве бонуса, мы расскажем вам о секретах приготовления вкусной овсянки, которая точно понравится вашим домочадцам. В современном ритме жизни время – один из самых ценных и дефицитных ресурсов, поэтому мы стараемся высвободить хоть несколько минут там, где это возможно. Так и с приготовлением пищи. Появляются блюда быстрого приготовления, замороженные полуфабрикаты, техника, которая готовит за вас. Какие-то инновации удобны и вполне приемлемы, а некоторые, экономя наше время, лишают организм важных для здоровья элементов и веществ. Мало кто сейчас варит овсяную кашу из цельного зерна. В лучшем случае берут геркулес, но чаще это овсяные хлопья и быстро растворимые каши. Чем большей обработке подвергалось зерно, тем быстрее оно в приготовлении, но при этом в нем остается меньше полезных веществ. Соответственно, в каше быстрого приготовления, которую достаточно лишь залить кипятком и дать постоять пару минут, пользы будет намного меньше, чем в зерне. Разница во времени приготовления, конечно, заметная – 40 минут на зерно против 2 минут на полуфабрикат. Но и тут инновации приходят на помощь, ведь можно воспользоваться мультиваркой, которая приготовит для вас кашу к нужному времени. Перейдем ближе к делу. Если регулярно употреблять овсянку, эта полезная привычка поможет вам избавиться от лишних килограммов. Овсяная каша богата клетчаткой и относится к медленным углеводам. Это означает, что после порции овсянки чувство голода еще не скоро вас вновь побеспокоит. Попадая в желудок, объем съеденной каши увеличивается в размерах и обеспечивает вас энергией длительное время. Кроме этого, употребление овсянки ускоряет обмен веществ и расщепление жиров. Чтобы организм работал как часы, надо, чтобы и кишечник работал как часы. Без этого никак, и овсянка нам тут помощник. Она поможет избавиться от проблем с кишечником, которые сопровождаются запорами и повышенным газообразованием. Уже через неделю вы заметите результат. То слизь, что желудок вырабатывает за ночь, впитывают хлопья, а все полезные и питательные вещества всасываются в тонком кишечнике. Также овсяная каша снижает уровень вредного холестерина и вычищает из организма шлаки и токсины, отравляющие организм. Спросите, откуда у вас вредный холестерин? Спорить не будем, если вы каждый день радуете организм физическими нагрузками и при этом совсем не едите сладкое, жареное, полуфабрикаты и фастфуд, то, возможно, у вас его действительно нет. Если не так, то вы автоматически в зоне риска. Кстати, цепочка полезных свойств на этом не заканчивается. Выведение токсинов способствует очищению кожи и избавлению от воспалений на ее поверхности. Соответственно, волосы и ногти тоже станут крепче, сильнее и здоровее. Овес выводит не только токсины, но и свободные радикалы из организма, что является профилактикой развития онкологических заболеваний. Многие научные исследования доказывают тот факт, что продукты с высоким содержанием клетчатки снижают риск развития рака. Овес как раз является богатым источником клетчатки среди злаков. Для людей, страдающих сахарным диабетом, овсянка – настоящее спасение, ведь она снижает уровень сахара в крови. Овсяная каша из цельного зерна и геркулес считаются продуктами с низким и средним гликемическим индексом, а вот хлопья отличают более высокий гликемический индекс. Поэтому диабетикам крайне желательно использовать в рационе цельное зерно или геркулес. Некоторые утверждают, что им неприятно вязкая консистенция каши, зато вашему желудку это точно понравится, ведь за счет этой вязкости достигается эффект обволакивания слизистой желудка. Это создает защиту от раздражителей для стенок желудка, а также снимаются воспаления, боль и заживляются микроранки. Употребление овсяной каши станет хорошей профилактикой гастрита. Овсяная каша способна понижать давление, если у вас гипертония. Исследование, в котором участвовали люди, страдающие повышенным давлением, показало, что употребление овсянки снижает артериальное давление до показателей нормы. Более того, уже через полтора месяца участники эксперимента отметили у себя снижение давления до нормального на постоянной основе. В овсяной каше содержится магний, благотворно влияющий на нервную систему, улучшая когнитивные функции и нормализуя сон. Употребление овсянки способствует увеличению выработки таких гормонов, как мелатонин и серотонин. Эти гормоны отвечают за то, насколько крепок будет сон и как быстро вам удастся в него погрузиться. Но одной овсянки для нормализации сна будет недостаточно, ведь если у вас напрочь отсутствует режим и день перепутан с ночью, выработка мелатонина у вас наверняка нарушена, ведь этот гормон имеет особенность вырабатываться во сне в полной темноте. Цинк, который содержится в овсяных злаках, помогает повысить устойчивость организма к заболеваниям и ускорить метаболизм. Биотин в составе этого злака помогает снимать мышечные боли. В тор и кальций укрепить опорно-двигательный аппарат и костную ткань. Тем, кто основательно подходит к диете и рассчитывает питательную ценность порции еды, будет легко включить кашу в рацион, так как овсянка – один из тех малочисленных продуктов, которые сбалансированы по содержанию белков, углеводов и жиров. Но оказывается, что такой привычный продукт с обширным полезным действием имеет противопоказания. Они касаются тех, у кого диагностирована непереносимость глютена. А еще, если ежедневно употреблять овсяную кашу, то это будет способствовать вымыванию витамина D и кальция из организма. Происходит это по причине содержания в овсяном зерне фитиновой кислоты. Гастроэнтерологи рекомендуют ограничить прием овсянки тремя блюдами в неделю. Выделим этот момент еще раз. Если вы желаете получать от овсяной каши только пользу и у вас нет аллергии на глютен, ешьте овсяную кашу не чаще, чем трижды в неделю. Какую же все-таки выбрать овсянку? В виде цельного зерна она встречается не так уж и часто. Намного чаще мы видим в продаже геркулес или овсяные хлопья. На последних можно заметить маркировку «экстра» и порядковый номер от 1 до 3. Чем больше цифра, тем нежнее и тоньше хлопья и быстрее варится. Например, хлопья «экстра» номер 1 – это плотные по структуре хлопья, изготовленные из цельного зерна. Время приготовления 20 минут. Хлопья, где вы найдете маркировку «экстра» номер 2 – это более нежные хлопья, изготовленные из измельченной крупы. Время приготовления 10 минут. Консистенция каши более мягкая. Ну и, наконец, «экстра» номер 3 – самые нежные и тонкие хлопья, которые варятся около двух минут. Либо вовсе их достаточно залить кипящей водой или горячим молоком и настоять. Такая каша будет являться самой щадящей для желудка, если имеются какие-то проблемы в работе желудочно-кишечного тракта. Также именно такую кашу можно давать детям на этапе введения прикорма. Геркулес отличается от хлопьев более высокой плотностью и питательностью. Этот вид каши идеально подойдет работникам интеллектуального труда и тем, кто выполняет большие физические нагрузки, то есть тем, кому требуется больше энергии. Приобретая овсяную крупу, обращайте внимание на дату производства и название производителя продукта. Настоящая овсяная крупа хранится не более пяти месяцев. А теперь настало время озвучить хитрости, с помощью которых любой человек сможет приготовить действительно вкусную овсяную кашу. Используя цельный овес перед варкой, промывайте его. Варить рекомендуется на воде без добавления сахара. Если вы выбрали для приготовления хлопья, их, конечно, промывать не требуется. Каши приготовьте ровно столько, сколько будет необходимо семье за завтраком. Подогретая каша будет заметно проигрывать по вкусовым качествам. В момент приготовления добавляйте маленькую щепотку соли в кашу. Это необходимо для раскрытия вкусовых качеств. Да, даже если вы любите сладкую кашу с фруктами или сиропом, добавьте соль. Чтобы избежать комочков при приготовлении хлопьев, засыпать их надо уже в кипящую воду и не забывать помешивать. Когда каша готова, оставьте ее под крышкой еще на 5-7 минут настояться. За это время каша впитает в себя лишнюю жидкость, активизирует свои полезные свойства и раскроет вкус. Овсянку можно приготовить по-разному, в зависимости от того, кому как нравится. Любителям жидкой каши советуем брать крупу и жидкость в соотношении 1 к 3, а любителям более густой и вязкой каши 1 к 2. Ну и еще один совет. Вы можете не ограничивать себя исключительно сливочным маслом и солью, добавленными в кашу. В нее можно добавить порезанные фрукты, сухофрукты, ягоды, орехи, цукаты, мед, корицу и прочие ингредиенты, которые желаете попробовать в сочетании с кашей. Добавлять их стоит уже тогда, когда каша настаивается, чтобы не потерять часть полезных свойств фруктов или ягод. Как источник медленных углеводов, овсянку лучше употреблять в дни физической нагрузки, так как при физической активности эти углеводы быстрее расщепляются. Помните, что ни во время, ни сразу после еды не запивайте водой кашу. Выдержите интервал в полчаса до, либо после еды. Верим, что теперь у вас точно получится самая вкусная овсяная каша, и она станет частым гостем на вашем столе. Варите кашу сами или в мультиварке, неважно. Главное, получить от нее самое ценное для здоровья организма. Надеюсь, вы сегодня услышали что-то познавательное и интересное для себя. Если да, то ставьте лайк и делитесь этим выпуском с друзьями и родными. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok